Приветствую уважаемых подписчиков читателей и зрителей наших каналов в этой публикации мы приступим к ответу на вопрос что такое путинизм вернее какую систему создал в нашей стране владимир путин приступим поскольку в одной публикации обо всем рассказать не получится их понадобится несколько но вначале я кратко расскажу об очень интересной судьбе другой моей публикации 15 мая 2020 года то есть уже более полутора лет назад я еще на моем старом канале над зан опубликовал статью путинская система это классический асп этот канал давно уже не рабочий я не публикуюсь на нем уже полтора года но старые статьи там сохраняются на тот момент на канале было чуть больше 7000 подписчиков на пике же на нем было 8200 подписчиков то есть канал был не особенно популярным даже по меркам цена но статья которая относился как теоретическая меня буквально ошарашила и озадачил в считанные дни она набрала более 70 тысяч дочитываний дальше я написал к этой статье два продолжения которая тоже очень порадовали количеством дочитываний а через пять месяцев 20 октября 2020 года я по всем трем статьям снял подробный ролик и выложил его на ютубе и он тоже очень порадовал количеством просмотров напоминаю мой канал на ютубе не назовешь популярным у него всего 6900 подписчиков но этот ролик повторил судьбу уже указанного ролика о путине страдает ли путин комплексом неполноценности у него уже более 28 тысяч просмотров его продолжают смотреть вот уже более полутора лет как ролик называется почему у путина не получилось поднять россию с колен или что такое политоризм он будет на конечной заставке что же так заинтересовал людей в этих публикациях для абсолютного большинства читателей и зрителей наших каналов оказалось шокирующим откровением главное преступление и усифа сталина преступление против коммунистической идеи и левой идеи вообще большинство наших подписчиков читателей и зрителей это по всему люди левых убеждений и выяснилось что почти никто из них не знает а точнее даже будет сказать просто понятия не имеет что такое политоризм или другое название азиатский способ производства аспф равно как почти никто понятия не что в советском союзе оказывается и близко не было никакого социализма а был классический политоризм система которую маркс энгельс и ленин считали намного худшей чем не только капитализм но и даже рабовладение и именно поэтому люди буквально накинулись на эту информацию не помогли усилия номенклатурных троллей несмотря на все их попытки в комментариях объявить меня шарлатаном который дескать сам придумал этот дурацкий политоризм чтобы опорочить великого сталина и социализм в советском союзе люди сумели разобраться что к чему и большинство комментаторов посоветовали троллям заткнуться а меня поблагодарили за информацию которая наконец открыла им глаза на происходящее возникает резонный вопрос как же могло получиться что в советском союзе якобы первой в мире стране социализма никто понятия не имел о такой существенной части коммунистического учения как учение о политоризме и более этого не имеет понятия об этом оказывается по сей день ответ между тем просто 1933 году иосиф сталин приказал академику василию строя разработать так называемый научный коммунизм и буквально выра вымарать из него и сам политоризм и учение классика по политоризме но и понятно после этого данный научный коммунизм начал не иметь никакого отношения ни к науке не коммунизм а превратился в классическое оппортунистическое учение только она выражала не интересы буржуазии а интересы другого паразитического класса класса номенклатуры который как я уже сказал хуже не только капиталистов но и даже рабовладельцы дальше научный коммунизм в оппортунистическом плане еще больше отполировал секретарь цккпсс михаил суслов и цель что сталина что строгое что суслова была одна убедить население советского союза в том что они живут не при политоризме а при социализме и нужно признать в какой-то мере этим предателям это удалось но именно какой-то мере народ все же чувствовал что как говорится что-то не то в нашей лучшей в мире стране тут показателен советский анекдот учитель в американской школе спрашивает у детей как вы думаете кем по национальности были адам и его в начале не моя сцена потом подымается один ученик и отвечает я думаю они были русскими но тут обалдел уже учитель и спрашивают почему ты так решил они ходили голые и боссы у них не было крыши над головой у них было только одно яблоко на двоих но при этом они считали что живут в раю как говорится не добавить не прибавить более подробно о политоризме лучше посмотреть в указанном ролике здесь же скажу только что научный коммунизм полностью изорудовал коммунистическое понимание истории например ряд государств которые как нас учили были рабологическими феодальными и даже капиталистическими на самом деле были политарными так политарными странами с позиции настоящего коммунистического учения были древний египет поздний древний рим византия османская империя индия и представьте себе царская россия кстати это далеко и ой как далеко не полный список царская россия кстати поэтому по ленину и была нужна буржуазно-демократическая революция перед социалистической этот момент стали вместе со стругой а позже с условами проспали и положение о том что октябрьская революция возможно только после февральской попала таки советские учебники истории почему же сталин и суслов так яростно вымарвали политаризм из научного коммунизма ответ тоже просто согласно классикам политаризм также а костоциализм и также как и первобытный общинный строй тоже строится на общественной собственности наследства производства но при этом он все равно является эксплуататорской формации и более того это самое гнусное и самое отвратительное эксплуататорская формация в истории человечества и самое гнусное и самое отвратительное она потому что эксплуатации людей коллективными социальными паразитами намного хуже чем эксплуатации социальными паразитами частными например карл маркс активно приветствовал завоевание англии индии поскольку англия начала активно внедрять в индии институт частной собственности а это снижало эксплуатацию человека человеком и этим облегчало участь простых людей но как выяснилось всего этого по сей день в нашей стране не знает никто кроме специалистов да это и неудивительно КПРФ по-прежнему продолжает официально исповедовать сталинско-сусловский научный коммунизм а Платошкин в своем учении о новом социализме обошел тему политаризма как говорится за три версты и почему так произошло тоже понятно вполне способ производства в нашей стране остается неизменным со времен царской россии только в ссср стали него прикрыл красными знаменами а в наше время путина компания пытаются прикрыть знаменами скажем так либерально православным но суть осталась прежней в россии по сей день и близко хозяевами положения не стали частные социальные паразиты капиталисты или как их сейчас безграмотно называют олигархи хозяином положения у нас по-прежнему остаются социальные паразиты коллективные номенклатуры и конечно широкое доведение до народа информация о том что такое политаризм очень даже угрожает ее господствующему положению да вот только понять происходящее думаю народу уже пора или даже если путина и сместят все коммунизмы кпрф новая социализма платошкина и так далее начнутся за здравие а вы и в очередной раз закончатся за упаковку но дело не только в этом главное здесь то что путинизм не просто политаризм а это глубоко деградировавший политаризм и самое главное продолжающий деградировать но об этом мы детальнее поговорим следующий публикации если по нравился ролик ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь роликом социальных сетях и на других ресурсах пишите комментарии смотрите мои аналогичные ролики какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках